Здравствуйте, это Посткриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о самых насущных проблемах района имени Алихана Букихана или Октябрьский, кто знает по-старому. И у нас в гостях Аким района, Дузбол Куликеев. Дузбол Куликеев родился в Жамбылской области. В 2002 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, город Алматы, по специальности «Международные экономические отношения». Там же окончил магистратуру факультета экономики. В 2014 году окончил Тараский государственный университет имени Дулати по специальности «Нефтегазовое дело». Получил степень доктора экономики PHD в Евразийском национальном университете имени Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2002 году в АО «Банк развития Казахстана», затем работал в различных должностях в АО «Интергаз Центральная Азия», АО «Нухбайтирек», ТО «Казмунайгаз» «Унемдере» и других компаниях. С 2022 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам в ТО «КТЖ Грузовые перевозки» в городе Астана. С мая 2023 года Аким района Алихан-Бокейхан, города Карганды. До Сбол Батарбековича женат, воспитывает пятерых детей, любит утренние пробежки и гимнастику. Здравствуйте, Госбол. Здравствуйте, Людмила. Вы человек неместный, то есть родом из югов. Насколько для Вас важно навести порядок в районе, вообще вот все-таки душа, когда вот это родное, она болит по-другому? Насколько Вам здесь уютно, комфортно работать и вообще спрос с Вас какой? На самом деле все зависит от самого отношения человека и от опыта. Я, допустим, в предыдущих своих работах, я всегда взаимодействовал по республике Казахстан с многими областями. И были поездки, и рабочие процессы, и встречи, и участвовал в разных конфликтных ситуациях. Для меня делить областя и регионы никакого труда не составляет в плане того, что я к каждому региону отношусь как к собственному. Но все равно, если бы Вы работали в Таразе, наверное, было бы приятнее, чем работать в холодной Караганде. Нет, почему? Я год проработал в Шемкенте. Сейчас я работаю в Караганде. И для меня, в принципе, Караганда, да, как новый участок, но тем не менее, разобравшись, увидев проблемы и познакомившись с местными жителями и теми горожанами, которыми мы сегодня взаимодействуем, я особо труда не испытываю. И наоборот, конечно, я хочу сделать все лучше и лучше. То есть все знания и опыт применить в своей работе. И, собственно, изнутри, да, мы понимаем, что области, надо признать, что бывает делятся по менталитету, даже Тараз делится Шемкентом, хотя 200 километров разница, все равно имеет место по менталитету делятся. Даже бывают разные слова, эти термины применяют. Собственно, находясь в Караганде, я таких проблем не испытываю. И мне, наоборот, нравится. Нравится работать, жить и взаимодействовать с местным населением. Ну, хозяйство хлопотное, потому что всю жизнь так было, что Казбикбийский район, он считался центральным, и ему всегда доставалось больше денег. Октябрьский, а теперь Альхана Букихана, по-моему, первый год, когда ему больше, там, по-моему, 51% что-ли бюджета достается вот этому району. Но люди здесь более душевные, наверное, и более такие болеющие за свой район, наверное, больше у вас требуют. Вот как справляться? На самом деле, сегодня, вот мы, работая с населением, мы всегда видим активных жителей. И чем больше мы сталкиваемся вот с жителями и видим активность, наоборот, нам это, не, допустим, это, наоборот, комфортно. Только они требуют больше? Требования, они в рамках разумного. То есть мы сегодня признаем, что надо это делать, надо дороги прокладывать, надо воду протягивать, надо освещение устанавливать. И то, что просят жители, это вполне естественно, это нужно, это необходимость на сегодня. Тем более, когда мы делим Казбикбий и Алихан Букихана, Алихан Букихан, да, это не центр, может быть, Караганды, но это часть города. И сегодня те же сектора, которые, сортировка, пришахтин, ЖБИ, они находятся в городе. И сейчас надо нам поднимать именно эти сектора, чтобы те же жители себя чувствовали не обделенными, а, наоборот, частью города. Что представляет себя город, какие инфраструктуры он должен иметь, и те же условия должны испытывать и иметь те же жители, которые находятся на, допустим, расстоянии от центра города. А я напоминаю, сегодня в гостях у нас Аким района Алихана Букихана, Досбо Куликеев, и разговариваем мы о благоустройстве района. Комфорт жизни, в первую очередь, это, конечно, коммунальные дела все, да, чтобы все услуги были вовремя, без перебоев, и благоустройство. Вот, какие у вас планы, насколько, чем вы недовольны, что сейчас вы видите в районе? В прошлом году мы неплохо поработали, мы, значит, порядка 30 детских площадок установили, и по качеству неплохо получилось. Конечно, судить будут жители. Также порядка 10 мы установили футбольные площадки. Вместе с этим 12 тысяч километров по району проложили тротуары, а 25 тысяч километров тротуары проложили, и асфальтовое покрытие. Мы провели работы по расширению зон, парковочных зон внутри дворовых территорий. Многоэтажки, да. Многоэтажки, да. Также обращаем внимание на освещение. Порядка тысячи с лишним опор установили опор освещения. И в этом году эта работа будет продолжаться. Мы сегодня немножко подход поменяли в отношении установок детских площадок. То есть, прошлого года мы объявили, путем реализации программы бюджет народного участия, призываем жителей участвовать в данной программе, и каждый имеет возможность поучаствовать и предоставить свой проект. Проект, план площадки, какую площадку хотел бы видеть на своей территории. В этом году, благодаря этой программе и благодаря активному участию жителей, мы в этом году, в 2024, порядка 24 дворовых территории будем реализовывать. В том числе, это установка детских площадок с горками, качелями, также установка полей, тренажёров, футбольных полей, баскетбольных. Это всё по желанию жителей. И пользуясь этим сегодняшним эфиром, Людмила, я хотел бы призывать также наших жителей, чтобы мы продолжили эту активность. Мы уже с начала года объявили программу бюджет народного участия 2025. Я вас всех призываю, чтобы активно мы участвовали. Там тем более не так сложно, всё это на сайте, и проекты уже, в общем-то, есть готовые, просто нужно выбрать, а потом уже дело за голосованием. Проекты, да, в принципе, ничего сложного. Мы эти сложности недопонимания в прошлом году уже прошли. Мы, в свою очередь, у нас есть кураторы. Мы выделили ответственность для взаимодействия с жителями, чтобы они могли задавать вопросы. И мы готовы помогать и сопровождать проекты, чтобы правильно это всё было исполнено. По поводу отопления, воды, в общем, коммунальных дел, которые, вот есть проблемные районы тоже, где нет ещё до сих пор этих услуг. Что с этим? Отопление сегодня, вот можно сказать, именно, если точно подойти, в этом году планируется, значит, подключение к теплосетям. Это посёлок Шахтёрский. При Шахтинске? При Шахтинске, да. Порядка 59 домов у нас, мы планируем в этом году подключить к теплосетям. И в данном направлении, совместно с Центром модернизации, проводится работа. Все жители именно этих 59 домов, они осведомлены. То есть вы подводите до дома, а дальше уже жители должны... Да, в предыдущие годы эта работа уже проведена в плане подведения теплосети к домам. Эта работа завершена. Теперь осталось внутридомовые сети подключить. И в этом направлении работа продолжается. А так, в целом, в целом, задача перед городом стоит улучшать каждым годом именно по обеспечению тепла те дома, которые еще не обеспечены газом или центральным отоплением. Допустим, сейчас стоит вопрос реализации программы по газификации. Когда все частные, например, частный сектор, все дороги будут заасфальтированы? Когда мы дождемся такого времени? Надо признать, что вот в предыдущие годы работа неплохо проведена по асфальтированию. И каждым годом эта работа продолжается. Когда все это мы сможем закончить, ну, это вопрос такой очень сложный, и я не могу ответственно это заявить к какому-то сроку, потому что бюджет города... Все зависит от бюджета. Да, от средств. Он, собственно, ограничен. Кроме дорог еще надо освещать, освещение делать. Кроме освещения еще и делать надо водопроводы, как мы уже говорили, и отопление подключать, ну, и, собственно, и та же газификация. То есть на все это у нас должно хватать. Соответственно, каждый год определенная часть выделяется на асфальтирование дорог, но хочу заверить, что этот вопрос у нас на повестке стоит острым. То есть мы хотим продолжать асфальтирование дорог и обеспечить жителям комфортные условия. А на сегодня какой процент дорог у нас покрытый асфальтом? Проекта 80% покрытый асфальтом. Это общий, все дороги района? Да, все дороги района на сегодня магистральные, основные дороги, они асфальтированы. Сейчас очень много обращений поступает. Это где-то внутридворовые есть, где-то у нас в секторах, в частном секторе есть участки, где действительно не асфальтировано. И вот заявки поступают, и мы по мере возможности и выделения средств над этим работаем. Но все, наверное, зависит все равно опять же от активности жителей. Кто больше просит, тому быстрее дают, правильно? Вы знаете, здесь вот, собственно, я очень тесно взаимодействую с населением, и очень правильно у нас выставлена сегодня работа, допустим, есть местное самоуправление, и в каждом секторе есть ответственные. Жители обращаются к местным самоуправлениям СОУ, собственно, мы с ними потом взаимодействуем. Так как от всех сразу, со всех сторон получать, обращение от жителей, это будет, во-первых, и организационно немножко сложно, и каждому отвечать тоже неудобно. Мы работаем с СОУ, да, есть активные жители, где-то житель живет на какой-то улице, тоже взаимодействуем. А так, чтобы кто громче кричит, тот получит, такого нет, собственно, мы стараемся всем равномерно реагировать на все обращения равномерно, и чтобы было справедливо. Я имею в виду, не кто больше кричит, а кто больше подает заявок? Собственно, где-то так не можем мы тоже относиться, мы видим, одни и те же заявки в 10 раз поступают, это не значит, что мы, собственно, туда должны все вкладывать. Ну, в смысле, если вам поступит 10 заявок, например, с одного двора, то скорее же на него деньги будут выделяться? Мы, в принципе, видим в целом по району потребности и учитываем мнение всех жителей. По поводу площадок, в этом году планы есть? Сколько еще появится? Или еще пока бюджет не... В этом году планы есть, в этом году у нас планируется реализация в рамках бюджетного народного участия, в рамках программы порядка 24 детских площадок у нас на территории появится. То есть еще 24 будут разыгрываться? 24, потом порядка три внутридворовые у нас в планах работы стоят по улучшению дворовых территорий, асфальтирование, тротуары. Всего три двора? Три двора, плюс мы также будем продолжать работу с жителями по их обращению заявку будем реализовывать по улучшению дворов. Много очень жалоб на освещение, что у нас вот даже можно ехать наблюдать, фонари сегодня горят, завтра нет, или там через один, или вообще очень... как вот взаимодействие с организацией, с поставщиками, как они называют, подрядчики? Да, на самом деле очень много заявок, надо это признать, порой даже на одной линии могут отключиться 10 или больше светильников. Мы, у нас есть свой чат, если в чате участвуют все жители, присутствуют, и по мере поступления заявок совместно с подрядчиками, мы отрабатываем. Бывает, что не сразу подрядчик может среагировать, в этом случае мы формируем заявки и последовательно начинаем устранять все эти недостатки. А тогда в связи с погодными условиями, техническими сбоями у нас очень часто происходит отключение светильников на опору. От качества вот этих ламп светильников зависит? Почему? Надо признавать, что качество тоже имеет место, но у нас есть гарантийные обязательства каждого подрядчика, и они в рамках гарантийных обязательств это устраняют. То есть покупают все-таки не самые лучшие покупают в рамках выделенных средств. Самое лучшее это очень дорогое. Я имею в виду самое дешевое покупать? Не дешевое, а с учетом моделей и требований ставят неплохие светильники, которые имеют трехгодичный срок, и в рамках этого трехгарантированного срока подрядчик несет ответственность по их замене. Что же они так быстро гаснут-то? То есть здесь надо сказать, что если подрядчик даже если позволит себе поставить некачественные светильники, он завтра несет двойные расходы. Это все прекрасно понимают. Но они так гаснут быстро. Почему? Гаснут, потому что бывают разные случаи, факторы, которые влияют на перепады электроэнергии, за счет которого происходят сбои, и светильники могут просто сгореть. В пользу случаям, конечно, я хотел бы призвать жителей здесь еще отметить, что очень важно коллективное участие в рассмотре тех или иных вопросов на своих дворовых территориях. Мы знаем, что на сегодня у нас все многоэтажные дома, они годом 1965-1966 года. И я наблюдаю, собственно, что жители очень пассивно относятся по обеспечению содержания в нормальных условиях своих домов, именно крыш, подъезды и те же дворы, где они живут. И хотелось бы, чтобы мы в этой части должны проявить активность. Собственно, понимаем, что не все жители могут себе позволить выделить из своего дохода те или иные средства для устранения всех этих старых крыш, лифтов и так далее. есть центр модернизации в рамках программы Нурлужер. Можно реализовывать, можно в рассрочку проводить такие замены крыш, кровли и ежемесячно снизить нагрузку на каждого жителя, проживающего в этом доме. и так же бережно относиться к своим дворовым территориям и уважать тех же услугодателей, которые оказывают по уборке, зачистке территории. Здесь хотелось бы напомнить одно обращение дворника, вы помните, это в Майкудуке, женщина, которая убирается во дворе, жалуется, что за счет низкой ответственности жителей, они свои бытовые отходы в пакетах выносят и оставляют в урнах около подъезда, вместо того, чтобы относить их на мусорную площадку в контейнеры. То есть это тоже сильно наблюдается. Но с другой стороны часто вижу, когда жители выходят и сами, например, убирают снег, чистят, помогают дворникам. Это же воспитание, наверное, мы в детстве так делали и нормально было. То есть это никто не считал, что это что-то сверхъестественное, что нам все обязаны. А вот сейчас такое отношение очень обижает. Да, обижает. И мы наблюдаем, что даже соседи с друг другом не коммуницируют и они, собственно, не заботятся и не обращают внимания, что происходит у них на территории. Здесь как раз-таки коллективная ответственность. Короче, гражданская ответственность. Гражданская ответственность, коллективная ответственность. Это должна быть на высоком уровне. И тогда мы вместе как раз-таки обеспечим чистоту, порядок на районе. А те дети, которые растут во дворах, они это прививают и они будут видеть это. И в перспективе это все отражается на культуре, на воспитании, на поведении наших детей. Досбол, спасибо вам большое за то, что нашли время к нам прийти. Надеюсь увидеть вас здесь еще. Я напоминаю, в гостях у нас был Досбол Куликеев, это Аким района имени Алихана Букихана. Говорили мы о благоустройстве района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин